Цены на дрова и пеллеты в Германии стремительно взлетели на фоне энергетического кризиса. Федеральное статистическое управление сообщает, что рост составил почти 86% по сравнению с прошлым годом. По сравнению с потребительскими ценами, в целом дрова подорожали более чем в 10 раз. Лесообрабатывающая промышленность ссылается на выросшие расходы на заготовку древесного топлива и его транспортировку, а также на подорожавшее сырье из-за спада в отрасли. Большую роль в повышении цен сыграл и рост спроса на пеллеты владельцев каминов, а также увеличение домохозяйств, которые заменили свои системы отопления. Дискаунтеры и супермаркеты Германии разработали собственные стратегии по экономии энергии. В частности, отопление в зале будет снижено как минимум на 2 градуса. Некоторые торговые компании заявили о том, что переносят свою промзону, расположенную традиционно на входе в супермаркет, чтобы двери в магазине не открывались и не закрывались без необходимости и не пропускали холодный воздух. Обращаясь к покупателям, администрация супермаркетов просит их по возможности как можно быстрее забирать из холодильников необходимый товар. По данным Союза охраны природы и биоразнообразия Германии, почти 40% конечного потребления энергии в супермаркете используется исключительно для охлаждения продукции. Греция зазывает на зиму жителей Германии, чтобы существенно сэкономить на отоплении. На греческих островах 300 дней в году светит солнце, а зимой температура воздуха не опускается ниже плюс 15 градусов по Цельсию. В Греции нет проблем с отоплением. Уже в марте температура поднимается до 17 градусов тепла, а в холодные дни можно включить отопление, которое во многих квартирах электрическое. Государство предоставляет субсидии на электричество, которые покрывают около 90% роста цен. В домах на островах зачастую оборудованы дымоходы для тех, кто предпочитает камины и печное отопление. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова